Я упомянул такое слово, как фриланс. Ну что ж, давайте чуть-чуть о нем. Чуть-чуть, потому что нюансы работы по фрилансу мы будем разбирать отдельно. Там есть о чем подумать на самом деле. Как, чтобы тебя не кинули и так далее. Ух, там много всего. Но так или иначе, фриланс как явление, как индустрия, как сфера деятельности тоже есть. И мы подразумеваем разные фриланс-площадки. Ну, пока Россию, да, только охватываем. Фриланс-площадки, работа на знакомых, какая-то сдельная работа напрямую. Да даже выполнение заказов вот этим вот маркетинговым всяким, маркетологовым. Диджитал-агентством. Давайте я применю их любимый термин. Диджитал-агентством, разовую работу, вот тоже вам фриланс. Ну, что я могу сказать? Классно. Это имеет такой плюс, как всегда можно найти хоть что-то, чтобы копейку заработать. Минусы могут кинуть. Вы, кстати, тоже можете кинуть, если неправильно оформили отношения. Но это мы отдельно, как я сказал, будем разбирать. Нестабильная работа. То она есть, то ее нет. И всегда все хотят подешевле, блин. Вот хапуди, а. Но, так или иначе, фриланс, как явление, как индустрия, имеет место быть. И заметьте, сейчас мы очень коротко об этом поговорили. Именно потому, что потом будет реально намного подробнее все это. Но не упомянуть не мог. Любой новичок может этим заниматься. Да и опытный тоже. Давайте уже переходить к другим компаниям.